Всем привет! Меня зовут Линна, и это Блуд Кот. Кот, наверное, всё-таки Кот, а не Кот. Ну да ладно, мы продолжаем проходить эту игру. Я не знаю, к какой я концовке иду. Я вообще особо ничего не знаю, что тут нужно делать. Поэтому тыкаем, куда тыкаемся, и помираем с честью в первый же удобный момент. В общем, у нас здесь что? Мы тут встретили Лока, который был занят подготовкой вечеринки для первокурсников. И он прям извинялся, типа, у меня не было времени с тобой повидаться, как дела? Вот, могу я тебе помочь? Нет, спасибо, я почти закончил. Вечеринка в октябре, правильно? Да, пожалуйста, будь готова. Готова? Это будет бал. У тебя должно быть красивое платье. Что платье говоришь? Ну хорошо, я постараюсь. Отлично, мне пора. Увидимся позже. Увидимся. Так, потренили, потренили. Боже, пришло время поработать. Я же помощник учителя, чего мне жаловаться? Ты вне... Ты устраивалась на работу помощником учителя? Когда? Я тебя оставила на неделю всего. Крист, подумай об этом, хорошо? Что? Крист? С кем это он говорит? Мне нужно подойти поближе. В конце концов, это важно для вас. Это Лок, о чем они там говорят? Крист, я уже объяснила это в начале семестра. Тебе нужно еще время? Нет, спасибо. Я принял решение, пусть все так и будет. Ты уверен? Было бы лучше, если бы ты вернулся к семье Брух. Нет, спасибо. Я уверен. Я сделал свой выбор. Хорошо. Я не буду тебя заставлять. Кстати, не хочешь вступить в студенческий совет? Это не имеет ничего общего с предыдущей темой. Конечно, с удовольствием. Отлично. Добро пожаловать на борт. О, нет. Мне надо идти. Я должна помочь учителю. Но что у них там происходит? Крист, не уж там вампир. Но он мне сказал, что нет. Не мог же он мне слогать. Может, он полувампир, я не знаю. Уйди, бузички, что это такое? А кто это такой? Ладно, я не могу сдержаться. Давай. Школьный сад такой красивый. Да, люди здесь чем только не занимаются. Да, можно и пикник устроить, и поспать, или заняться чем-нибудь еще. Или чем-нибудь менее безобидным. Что вы сказали, профессор? А, ничего. Ну, видимо, мы еще маленькие, нам еще рано такое, да? Занятие по половому воспитанию только на третьих курсах, когда все уже все знают. Хорошо, я ничего не слышала. Клобу, профессор, я взяла с собой набор для рисования. Может, порисуем? Как тебе будет угодно. Что ты хочешь нарисовать? А я откуда знаю, что я хочу нарисовать? Я сейчас тебе скажу озеро, а ты, короче, обидишься. Я скажу здание, а не получится криво, ты будешь ржать. Давай озеро. Я хочу нарисовать озеро, что думаете? Отличный выбор. Тебе нужна модель. Озеро, а не ню, я сказала, рисовать буду. Если хотите, я могу нарисовать вас, не замечая ваш нарциссизм. Как жаль. Ты должна быть благодарна, что мои услуги бесплатные. А ты батенька-нарцисс, однако, да? Эх. Хорошо, хорошо, хорошо. Тогда становитесь здесь. Может... Может быть неудобно, но это ненадолго. Я поняла, в чём идея. Короче, перевод же был с китайского, поэтому периодически какие-то очень странные обороты бывают. Ну, я тогда немного взремну. Профессор, не надо спать, пожалуйста. Так, готово. Большое спасибо, профессор. А ты так его и рисовала, да? Наконец-то. Так трудно быть недвижимостью. Так трудно стоять недвижимо, наверное, ты хотел сказать. Недвижимость ты, учительская. Профессор, вы сравниваете... А, нет, он реально говорит про недвижимость. Вы сравниваете себя со зданием? Не зацикливай... Вы сравниваете себя со зданием, а не со зданием. О, великий и могучий русский язык, конечно. Не зацикливайся на таких мелочах. Алло, слышь, мелочь. Ну как? Как картины? Я могу посмотреть. Пожалуйста, не смейтесь. Выглядит неплохо. Ты действительно хорошо рисуешь, да? Профессор, спасибо. В следующий раз можно нарисовать выпускную фотографию. Чего? Профессор, вы серьезно? Боже, я не могу сосредоточиться на работе. Я все думаю о Кристе, он вампир или нет. А, я забыла про браслет. Может, можно же было проверить, вампир он или нет. Я такая дура, надо подумать об этом раньше. Я рада, что ты это признаешь. Хорошо, пойду схожу на урок к Кристу. Вот просто так. Возьму и завалюсь к нему на урок, нормально. Класс, Криста. Привет, Крист. Лея, в чем дело? Что ты тут делаешь? Вообще-то, Крист. Сосредоточиться. Не работает. Надо попробовать еще. Что-то не так, Лея? Ну, я хотела одолжить у тебя книгу для урока магии. Я забыла свою. Очень странно. Все равно не работает. Он сломан. Но он обнаружил лока, когда я его использовала. Лея, я бы дала тебе книгу, но ты... Но я мак огня, ты Света, не так ли? Эх, верно. Я и забыла. Алло, нам сказали, что надо вообще-то... Надо вообще-то тренировать все. А у меня магия воздуха лучше, чем все? Серьезно? Таким, таким... Простите. Так вот, мне сказали, что надо все тренить. Так почему оно все так неравномерно делается? А мы сейчас... Лок там что-то имеет нам сказать, да? Ах, верно. Я и забыла. Но я могу взять ее для тебя в библиотеке. Не беспокойся, я возьму кого-нибудь другого. Она такая странная сегодня. Это было так стыдно. Браслет не увидел Кристи вампира. Но почему Лок просит Криста вернуться в семью Бру? Что общего у него с этой семьей? Нет смысла гадать. Лучше спрошу у Криста. Скажет ли он мне? В конце концов, мы же друзья. Ах, хорошо, я его спрошу. Не спросишь, это не его, Рут. Лиэ, ты там? Я забрала для тебя посылку. Да, я здесь. Спасибо, Элисон. Да не за что. Кажется, здесь одежда. Не возражаешь, если я открою? Алло, слышишь? В смысле, откроешь чужую посылку. Ты чё? Конечно, нет, открывай. Ничего себе. Какое красивое платье. Ты заказала его для Бал? Что? Я не... Ну, должно быть, да ты отправил его тебе. Посмотрим. Так. Тут записка. Вок. Это от Вока Триммера. Смотри. Я неожиданно на его рот, что ли, вышла? Ну, конечно, он написал таким разборчивым почерком. Внимание к деталям. Получить подарок от Лолка. Лолк такой добрый и заботливый. Он почувствовал мое смущение, хоть я и пыталась его скрыть. Триммер действительно хороший парень. Ли, иди пример платье. Тебе разве не интересно, как оно на тебе смотрится? Хорошо. Как я выгляжу? Подожди, подожди. Ну, я качала учителя. Подождите. Магия воздуха. А, может, потому что у меня магия воздуха больше всех прокачана, поэтому... Ну, огонь, это точно этот... Бруха. Света, это скорее... Света, это скорее всего... Этот... Лео. Учитель. Не, у меня вода больше всех вообще прокачана. И усталость что-то начинает накапливаться. Как я выгляжу? Потрясающе ты выглядишь! Просто потрясающе! Нет, вообще нет, это просто платье. Что ж, тогда у тренера отличный вкус. Я переоденусь, давай немного погуляем. Хорошо. Я много думала, все-таки я спрошу Кристо, но не буду с этим спешить. Сначала немного понаблюдаю за ним. Лей, извини, что заставил ждать. Я опоздал, потому что меня задержали в классе. Мне очень жаль. Все в порядке. Кристо, мы можем поговорить? Она учится, гуляет. Учится, гуляет. Деньги откуда? Откуда деньги? Что? Ну да, конечно. Как идут дела? Спасибо, что спросила. Да вроде все хорошо. Отлично, рада это слышать. Лео, что-то случилось? Пожалуйста, скажи мне, если нужна какая помощь? Ты мне нужна, чтобы решить загадку. Хочу у тебя кое-что спросить. Давай загадку. Ты можешь на меня рассчитывать, если будут проблемы. Спасибо, Кристо. Хорошо, спасибо, Кристо. В чем разница? Кристо, я пытаюсь спросить тебя. Ты вампир? Прости, я услышала ваш разговор с флоком, поэтому я... А к чему были тогда эти выборы перед этим, если она сама спрашивает? Кристо, я не из любопытства спрашиваю. Я волнуюсь за тебя. Я тебя никогда не брошу. Мы же друзья. Может быть, я ничем не могу помочь, но, по крайней мере, я хочу тебя поддержать, дать совет. Я буду с тобой, несмотря ни на что. Лея. Кристо, доверься мне, хорошо? Прости, но это не твое дело. Ну, хорошо. Прости за беспокойство, мразь. Мне очень жаль. Я не хочу, чтобы ты была в этом замешана. Это очень опасно. А-а-а, я ничего не нажала. Это очень опасно. Я не уверен, смогу ли тебя защитить. Я буду ненавидеть себя, если с тобой что-то случится из-за меня. Я сожалею, даже сейчас ты не должна вмешиваться. И в первую очередь, потому что это не твои проблемы. Мне очень жаль. Пока я не стану достаточной... Я не могу серьезно это читать. Почему это невероятно? Ты ей сказал, что мы друзья уши. Почему ты мне не... Что за сланта Барбара пошла, вампирская? Почему ты мне не доверяешь? Разве я не достойна твоего доверия? И она легла спать. Лучший способ решить проблемы. Лея, вот твоя книга. Что? Но она не моя. Ну, я не знаю, просто возьми ее. Кто-то ее тебе передал. Хорошо, спасибо. Я верну ее позже, если это была какая-то ошибка. Я посмотрю. Это книга Криста? Почему он не отдал ее? Что? Здесь какое-то письмо. Перевод будет? Крист, я все не так... Ничего ты не поняла, объясни мне. Я тоже ничего не поняла. Но я ничего не поняла в этом письме. Я все не так поняла, мне очень жаль. Я рада, что Крист по-прежнему заботится о моих чувствах. Но я такая эгоистка. Я не должна заставлять его говорить то, чего он не хочет. Просто друзья не обязаны его так делиться всем друг с другом. Что со мной произошло? Может, не стоит относиться к Кристу как к обычному другу? Я просто не обеспокоюсь. Я просто волнуюсь за него. Ну, начнем с того, что я вообще не качала Криста. Завтра все станет ясно. Ничего себе! Какое удивительное место! Ой, а ты тоже приоделась, я смотрю. Да, это мой первый большой бал. Это твой первый раз? Ты никогда не ходила до этого на бал? Нет, я же не из благородных кровей, в конце концов. Все хорошо, повеселись сегодня. Да. Лея, давай пройдемся. Хорошо. О, я тоже приоделся. Лея, Крист, добрый вечер. Добрый вечер, ты великолепно сегодня выглядишь. Элисон, ты тоже очень мило смотришься. Ну, кстати, да, так, ничего. Почему я мила? Ну, потому что... Потому что я думаю, что ты милая. Элисон, не дразни его. Я не дразню. Просто спрашиваю, серьезно, почему? Это... Вы танцуете? Конечно. Нет, я не танцую. Я не умею. Отлично. Че? А, я просто раз слышу, что я не единственный ужасный тут танцор. Вот. Значит, мы в этом похожи. Лучше найти уединенное местечко, чтобы не было так неловко, если нас пригласят танцевать. Ахаха. Не волнуйтесь, люди обычно заранее договариваются о том, с кем пойдут на бал. И первый танец танцует с ними. Дальше могут идти и танцевать с кем-то еще. Серьезно? Тогда надо будет скрыться после первого танца. Если вы так боитесь танцевать, можете спрятаться в гостиной сразу после первого танца. Отличная идея. Но разве уходить так рано это нормально? Если так, я тоже рано уйду. Хотя бал действительно шикарный, я бы лучше пришла попозже, когда научилась бы танцевать. Если честно, никто и не заметит. Но, Лия, ты уверена, что не хочешь остаться? Я могу научить тебя танцевать. Я думаю, тебе лучше пойти со мной. Так стыдно учиться танцевать прямо здесь и сейчас. О, пришел, явился, не запылился, ухажер. Платье подарил, молодец какой. Сейчас, подождите. Мне кажется, это... Да? По-моему, да. Я заскринить хотела. Добрый вечер, Лия, Элисон, Крис. И сейчас учитель такой приходит. Сейчас я там... А учитель вообще даже не подумал о том, чтобы нам нас платьем, короче, как-то оформить. Почему глава студенческого совета подумал, а учитель, с которым мы гуляем, кофе пьем и рисуем, нет? Минус балл тебе, учитель. Плюс балл тебе, Лок. Добрый вечер, Лок. Балл начнется совсем скоро. У всех есть пара? Да! Нет, еще нет. И у меня нет. В таком случае, Лия, потанцуешь со мной? Чего? Я не умею. Не волнуйся. Я... Я научу меня. Просто следует... Иди учись сам. Иди учи себя где-нибудь в углу. Не надо меня учить. Ладно, мы все понимаем, что это опечатка, но момент, конечно, прикольный. Не волнуйся, я тебя научу. Просто следуй за мной. Вообще-то, Лия и я собрались уйти после первого танца. Мы не хотим мы смущаться. У каждого бывает все впервые. Не надо этого стыдиться. Ну, я не буду вас заставлять. Вы можете просто наблюдать. Решок. После первого танца. Что? Это воробей? Он поцарапался, у него кровотечение. Я должна использовать... Где воробей? Я должна использовать лечебную магию, которую научил меня Лео. А почему не работает? Я что-то делаю не так? Ты забыла... Самый важный момент... А ты чё не оделся, Лё? Это бал. Учителям закон не писан, что ли? Ты забыла... Самый важный момент в лечении ранений. Ты должна использовать магию от одного конца травмы и медленно вести её до другого. Это ранение нанесено тупым предметом. Ах, точно, Лео. Я так перенервничала, что вообще всё позабыла. Ты могла разрушить мою профессиональную репутацию. Ведь другие знают, что ты учишься у меня. Я твою репутацию топтала, в принципе, тем, что я к тебе подкатываю, а ты и рад. Прошу прощения, Лео. Простите меня за мою ошибку. Этого никогда не повторится. Хорошо. Не делай, пожалуйста, больше таких ошибок. Воробей может летать только, если ты окажешь ему надлежащую медицинскую помощь. Да, сэр. К слову, я удивлена увидеть вас на балу первокурсников и неодетым. Где мой фраг? Где красивый Лео? Ещё более красивый Лео, чем обычно. Почему ты в повседневке костюме? Повседневная костюм-тройка, которая выглядит как с... Подожди. Вот это, типа, монашеская ряса. На ней сверху жилетка и сюртук. И ещё шарф. Вот это ты мерзляк, я тебе скажу. Ну, к слову, я удивлена увидеть вас на балу первокурсников. Почему? Учителям нельзя присутствовать на танцевальных вечеринках, что ли? Не-не-не, это не то, что я имела в виду. Ты умеешь танцевать? Ещё нет. Я наблюдала за танцем Лока, но у меня до сих пор не получилось. А он не пошёл тебя танцевать? Он реально пошёл себя учить, лечить, танцевать? Серьёзно? Я могу научить тебя танцевать, если ты, конечно, хочешь. Что? Ну, первый танец уже прошёл. Кто сказал, что мы можем танцевать только первый танец? Пойдём. Что? А откуда вы знаете, о чём я думаю? У тебя всё на лице написано, юная Лея. Вы говорили, что не будете больше меня дразнить. Вы должны держать своё слово. И не только слово. Тебя в руках тоже держать. А нам это показать? Танец? Танец был? А если найду? А где танец? Завтра понедельник. Лучше хорошо выспаться этой ночью. Так. Ну, у нас на пятёрочку, в принципе, усталость. Чё-то у нас магия света прям просела. Я думаю, её надо дважды прокачать. Хотя, ладно. Я так понимаю, там рандомно даётся поинт. И поэтому как-то вот так вот получилось то, что у нас идёт. Всё вот так. Так. Я уже забыла, о чём мы там делаем. Магия воздуха. Блин, подожди. Контакты. Лео. 85, 75. Лео, контакты. Давай назначим встречу. Понедельник, наверное. Ну, давай пойдём. Давай вместо кафе пойдём ещё куда-нибудь. Ну, пойдём в магазинчик счастья. Вот. Так, профессор, здравствуйте. Пойдёмте в магазинчик счастья. Отлично. Так, хорошо. Значит, расписание. В понедельник мы идём гулять. Во вторник мы, наверное, учимся магии света. В среду учимся воздух, вода. Свет, воздух, вода. И здесь нам надо... Это, подожди, это у нас что? Это у нас четверг, да? Контакты. Лео. Нет. Давай. Назначить встречу понедельник. В вторник, в среду, в среду, в среду. Это 21-я у меня уже тёмная, потому что я, видимо, уже с кем-то. Это 24-я. Ну, пойдёмте в магазинчик счастья, ладно. Вот, вообще, в городе будет угорать тёка, короче, учителя, и главу студсовета выгуливает. Магазинчик счастья, давай. Хорошо. Расписание. Значит, в четверг мы гуляем. Нам надо дополнительно позаниматься и вздремнуть. А когда мы будем работать? Каким образом мы вообще? У меня только бесплатные развлечения доступны, и всё. Контакты 75, 85. Может, он по сюжету, кстати, дарит. Хлатье-то. Неожиданно. Так, хорошо. Состояние нормас. Расписание нормас. Да? Да. Лео мне нафиг не сдался. Или как его там зовут? Не-не-не, подождите. Лео это этот. Лог это тот. А контактов нашего другани нету. Почему-то. Так, а у нас вообще-то понедельник. У нас вообще-то понедельник, и мы идём в магазинчик счастья. Понятно вам? Профессор, не хотите зайти со мной в магазин? Почему нет? Охуя. Да и магазин довольно интересный. Что? А, раду это слышать. На самом деле, я был тут раньше, я слышал, что здесь продают всё, но вторую левь тут всё равно не купишь. Профессор, я не товар. Я и не отношусь к тебе так, просто ты такая милая, что хочется ещё одну. Разорвёт лицо. Ещё одну, ты чё? Профессор, потише, я не хочу, чтобы другие услышали. Ты так мило смутилась. Профессор, вы когда-нибудь думали открыть магазин? Что? Никогда, мне бы хотелось, но я не справлюсь с этим один. А в чём дело? Ты хочешь открыть магазин? А чё бы и нет? Не совсем. Не совсем. Что? Я хочу иметь такой магазин, который бы сделал всех счастливым, если бы только... Ага, типа, не просто открыть, а... Подожди, а в чём разница? Я хочу иметь такой магазин, который сделал бы всех открытым. Не просто открыть, но иметь. Типа, владелицей быть, а не просто торговать. Если бы только деньги могли решить другие любые проблемы. Какая превосходная мечта. Да, но это просто мечта. Но то, что ты думаешь об этом, уже показывает, какая ты добрая. Но... На самом деле, жизнь это своего рода смесь эмоций. Удовольствия, гнева, печали, радости. Они не могут разделиться. Имя этой смеси страсти. Если в его жизни из чего-то из этого не хватает... А, если в жизни чего-то из этого не хватает, то бишь удовольствия, гнева, печали и радости, то жизнь уже неполноценная. Ты всё ещё хочешь использовать деньги, чтобы влиять на чужие эмоции? Звучит жестоко. Ты не думаешь? Держать такие мысли в голове неплохо, но лень не заводить себя в тупик такими мыслями. Вы, батенька, философ. Недвижимость и философ. Спасибо, профессор, что мне это сказали. Ты купила так много? На какие шиши? У меня 500 золота, как обычно. У тебя было со скидкой, так что... Профессор, вы тоже много купили, вообще-то. Не, ну у тебя всё равно больше, чем у меня. Всё равно вы тоже купили много. Хорошо, я тоже купил много. Признаю. Вернёмся сюда ещё раз. Если захотите. Так, тренинг. Доброе утро, Лея. Доброе. Я присоединим... А, подожди, стой, стой, стой. Почему я... Оденься назад, пожалуйста. Спасибо. Я присоединился к студенческому совету. Лок меня пригласил. Поздравляю. Стану там лучшие студенты. Тебе понадобится приложить много усилий, чтобы быть наравне с ними. Попустила она его. Понадобится? Приложу. Усилия прикладывай. Умственные. К тому же, ты... Ты же ещё не присоединилась ни к одному клубу, не так ли? Нет, не нашла ни одного клуба, который бы мне понравился. Так что я ещё свободна. И не только в плане клуба. Но... Тебе не светит. Понятно. Ты могла бы присоединиться к студенческому совету. Схера ли? Не каждый способен вступить туда. Тебя пригласил Лок, потому что ты не заурядный. Ты не заметил, что в этом году студенческий совет не ведёт внешнего набора. Серьёзно? Я и не заметил. Похоже, я должен работать усерднее. И на самом деле полон энтузиазма и энергии. Учителя идут, нам лучше разойтись по кабинету. Лея, а ты бы хотел вступить в студенческий совет? Что? А разве он уже не укомплектован? В этом году не было открытого набора, но мой помощник занят выпускными делами. Мне нужна твоя помощь в делах студенческого совета. Я знаю тебя хорошо и верю в твои силы. Не хочешь к нам присоединиться? Поняла. Я бы с радостью, но понятия не имею, что должен делать твой помощник. Не волнуйся, ты всё поймёшь со временем. Хорошо, мистер президент. Ты прекрасно подходишь под эту роль. Да, главное улыбаться и называть его мистером президентом, видимо. Я слышала, что Крист тоже присоединился к студенческому совету. Нужно сказать ему, что мы будем работать вместе. Ты с ним близка? Ну, мы друзья, у нас много общего. Мы весело проводим время. А тебя, мразь, это я вообще-то почему должна беспокоить? У тебя там 75 пунктов твоего жестокого ледяного синего сердца. У тебя даже не красное сердечко. Вот, как понятно. Давай тогда вместе пообедаем сегодня, хорошо? Внезапно. Внезапно предложил он. Поняла. В смысле, поняла? В смысле, у тебя так просто, короче, глава студенческого совета зовёт похавать. Ну, хотя... Лео, у тебя какие сегодня уроки? Если никаких нет, пойдём погулять. Давай устроим утреннюю. У меня очень много... Я очень занятая. Какая нафиг утренняя пробежка? Элисон, ты так рано встал? У меня сегодня нет занятий, но я хотела сходить в библиотеку и изучить немного магии. Я всегда боюсь, что я что-то забыла. Лео, по-моему, ты так работаешь над светлой магией, потому что ты влюбилась в учителя Лео. И я права? Вот это да, он же самый горячий учитель нашей школы. Мне кажется, игра сама немножко офигевает. То есть, с одной стороны, я... С одной стороны, глава президента студенческого совета такой берёт и подкатывает к нам совершенно откровенно. Такой, пойдём поедим. Вот тебе платье, вот тебе то. Элисон такая, ты влюбилась в учителя! Ты работаешь над светлой магией. Тем временем, я, которая работает над светлой магией, ага. А чё, магия воды куда делась? Куда делась магия воды, Лео? Я, походу, её не тыкнула. А, я её ещё не докачала, да? У меня магия воздуха больше всех прокачана. Этот, как его? Тремер, короче, либо воздух, либо вода, я так понимаю. Элисон, что ты за бред несёшь? Я просто пытаюсь улучшить свои навыки, понятно? И усидеть на двух стульях. Хорошо, хорошо, не забудь проконсультироваться с Лео, если у тебя будут вопросы после чтения. Как же ты раздражаешься, ходи! Будь осторожна! Я почти забыла, зачем я здесь. Это всё её вина? А, бесит. Это я ей припомню, когда вернусь. Ой, прости, мне очень жаль. Я был так сосредоточен на книге, что не заметил тебя. Мне очень жаль, позволь тебе помочь. Всё в порядке, это и моя вина тоже. Конкурентки? Нифига себе, так-то конкурентки. Да брось ты, вместе мы всё сделаем быстрее, верно? Так ты сможешь расставить книги раньше. Хорошо, спасибо вам. Лео? А, это ты, Лео. Какое совпадение, рад тебя видеть. Я пришла сюда, потому что кое-что ещё. А, зачем вам кулинарная книга? Ну, я учусь готовить десерты. Я напоминаю о том, что наша дорогая Лея вопила на каждом углу, что она любит хавать сладкое. Как идёт поиск? Нашли в то, что хотели? Похоже, даже кафе не может удовлетворить ваши запросы. Чего? Как идёт поиск? Нашёл то, что хотел? Пока нет. Сейчас я сосредоточен на книгах и случайно уронил те, которые библиотекарь собирался поставить в шкаф. А это... Подожди. А, я не могу. Кулинарная книга... Кулинарная книга... Я удивлена, что вы не всё знаете. Зачем высокомерная? Типа... Ха-а-а! Ты настолько сладкоежка, что кафе не хватает! Ой, ну ищите кулинарную книгу в соответствующей категории. Он как будто дебил. Он с дебилом разговаривал. Предлагает нам игра. Я удивлена, что вы не всё знаете. Вы же отличный волшебник. Ну, похоже, не так хороши в готовке, да? Никто не всемогущий. Тут всё организовано по разделам. А, она всё равно говорит это. Боже мой, как всё просто! Я и не знал. Я никому об этом не скажу. Это будет наш секрет. Спасибо тебе. Е-е-е-е. Да не, за что. Удачи. И ага, и тебе тоже. Что? Что-то происходит в комнате с фортепиано? Ничего нет. Странно. Чёрт, я забыл, что должна была сегодня встретиться с локом. Боже мой, как я могла забыть? Чего? Чего? Ничего не поняла. Подожди, что? Я просто подожди. Такое ощущение, как будто я... Ну, я ж на четверг, да. Ладно, подождите. Заодно и проверим, будут ли одни и те же спавниться. На понедельник. Магазинчик счастья. Назначить встречу. На вторник давай. Магазинчик счастья. Магазинчик счастья. Да. И расписание получается. Гулять. Гулять. Учиться. 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 Дополнительно учиться. Сдремнуть. Во. Нормально. Ладно. Давай попробуем. Магазинчик счастья. Не совсем. Но это то же самое, да? Ладно. Как-то странно все, короче. Лея, не торопись. Нет, сегодня день скидок. И в понедельник, и в вторник. У меня нет слов, чтобы описать тебя сейчас. Ты не описывай, подавишься. Наконец понял, насколько я особенная. Да, как Асура. Говори, что хочешь. Сегодня мне все равно. Правда? Да, Будь. Не могу защищаться, когда ты такой серьезный. Я бы вообще как бы боялась его такого. Что-то не так? Я думаю, теперь ты умнее. Вообще-то я всегда была умной. Правда? Я не замечала. Ладно, я с тобой не спорю. Мне покупки сейчас важнее. Что происходит? Я могу хватить денег только на что-то одно. Тогда просто выбери что-то одно. Да, что лучше? Браслет. Почему ты не выбрала Мишку? У меня уже много таких. Ну, я могу сказать. Не быть таким драматичным. В любом случае, браслет. А? Выглядит очень мило. Так думаешь? Ага. Отлично, то что нужно. А что тебе не так? Я купила столько безделушек. Так тебе только на одно что-то, короче, хватило бы. Каждую неделю привозят новые товары. Вот почему он все еще работает. Да. Важнее всего заручиться поддержкой покупателей. Из-за этой поддержки твой кошелек рыдает каждую неделю. Мне это устраивает. Доброе утро, Лея. Вступай. Так, подожди. А если я... Ну, давай. Как идет поиск? Удивлена. Я закончила с отчетами. Можно сдавать их волку. Сейчас в его кабинете кто-то есть. Подожду и лучше сделать. Очень странно. Я же не забывала про то, что я с ним должна была встретиться. Ну, я реально, я не забывала. У меня вот в четверг гуляндия была. Либо я тыкнула на среду и типа забыла. И он там страдал в комнате с фортепиано. Сидел, рудал. Лок, Элл просил передать вам. Просьба была от вашего помощника. Хорошо, можешь идти. Судя по его голосу, это Сария. Что-то еще? Почему вы не предложили мне стать вашим помощником? Я говорила вам, что хочу помочь, если ваш основной помощник будет слишком занят. Не, спасибо. Лок, мы знакомы уже 10 лет. Я люблю тебя, ты этого не понимаешь? Я не собираюсь тебе отвечать взаимностью, поэтому для меня это не имеет значения. Первый раз слышу, что Булок с таким холдом и безразличием говорил. Сария довольно красива, учительница светлой магии. А что для тебя имеет значение? Ты первокурсница, это плоскогрудая Тихоня? Ради нее ты изменился? В смысле плоскогрудая? У нее все нормально, между прочим. Алло. Даже если ты прекрасная женщина с пищными формами, разве это позволяет тебе смотреть на других свысока? И вообще у меня второй размер. Во-во. Это не твое дело, кто мне нравится или кто мой помощник. Чем же она тебя так привлекла? Может она очень хороша? В чем-то конкретно? Я не знаю, что подумают о вас ваши ученики, если узнают, какие грязные вещи говорит их учитель. Сколько сердец невинных мальчиков будет разбито, если они узнают, какая распутная у них учительница. Или же они обрадуются и бросятся сразу к тебе в спальню. В таком случае тебе не будет так одинок, и у тебя не будет времени на эти фантазии и бессмысленную погоню за мной. Ах ты, ты привлекаешь их только своим безупречным телом и красивым лицом, не зазнавайся. Помнишь ты полненькую слугу крови? Я до сих пор помню, как я пришла сюда несколько лет назад и нашла тебя, и... О, какая что, были за стоны. Ну и упали же твои вкусы за это время. Только моя жена может мне задавать такие личные вопросы. А ты, ты не в том положении. Я предлагаю тебе лучше прислуживать Элю в постели, иначе скоро тебе найдут замену из-за возраста. Мы еще посмотрим, прибежишь ко мне на колени и будешь просить, чтобы я была с тобой. Думаю, этого никогда не наступит, и даже в следующей жизни. Может, попозже и вернусь. Мне кажется, мне не стоило этого все слышать. Кто там? Что? Добрый вечер, Сария Вок. Ты подслушивала? Что? Я только что пришла. Не успела я подойти, как вы меня заметили. Я услышать-то ничего не успела. Тебе бы поучиться актерскому мастерству. Смотри у меня. Я сделала все отчеты. Что ты услышала? Ничего. Как она и сказала, актриса была из тебя не очень. Хорошо. Всего чуть-чуть. Чуть-чуть это сколько? Но вообще, я бы тоже хотела знать, почему ты выбрал меня в помощнике. А почему? Как ты думаешь? Я не знаю, поэтому и спросила. Прежде всего, это не потому, что ты красивый или умный. Ничего из этого нет, видимо, да? Ты не должен был мне этого говорить. Это все из-за мелодии души и... И что? Ничего. Я решил, что у тебя спокойный и невинный дух. Еще вопросов нету. Серьезно? Я вижу слово сплетни на твоем лице. Но раз уж ты настаиваешь, ты действительно это в офисе делал? Что именно? Да, брось. Ты же знаешь, о чем я. Тебя это волнует? Да. В смысле нет? Это же безумно. Довольно смело было бы делать это в общественном месте. А женщина была шпионкой. Она была голой и пыталась соблазнить меня. Я ее даже не трогала, но Саре услышала ее стоны. А, ну да. Все понятно теперь. Дорогая, я тут ни при чем. Она была шпионкой и пыталась меня соблазнить. А стоны, что ты слышала, это она сама издавала. Я стоял просто ошарашенно смотрел на это все, не понимал, что происходит. Что-то не так? Ты задала вопрос. Почему ты стесняешься ответа? Кто сказал, что я стесняюсь? Я спешу на свою подработку. Пожалуйста, проверите отчеты, если что-то не так, дай знать. Где ты работаешь? Нам не предлагали нигде работать. Я даже не знаю, как тут на работу устраиваться. Твоя сумочка. Точно, спасибо, пока. Какая милашка. Денег дай. Зря я, что ли, для тебя потрачу. Сегодня я вам расскажу о магических дуэлях. Сария сегодня мой ассистент. Прежде всего, я бы хотела объяснить основы. Я дам вам предметы, а не поглотя часть атакующего с магией. А, сейчас Сария по мне соданет, походу. Вы не должны использовать мощные заклинания, чтобы причинить боль другим. Наша цель учиться не вредить друг другу. Ага, ты это Сария, скажи. Теперь я раздам вам предметы. Девушка во втором ряду слева не могла бы ты мне помочь. Какая она все-таки... Она тебя подставить хочет. Хватит прохлаждаться. Почему ты еще не подошла? Ты не должна витать в облаках. Конечно, особо действительно ужасно. Я просто немного удивилась, когда вы меня выбрали. Хорошо, я была уверена, что ты хочешь помочь. Вот, здесь перечень советов и правил для дуэльной практики. Пожалуйста, прощи это всем. Это... Что-то не так? Ты не можешь прочитать эти символы? О, мне очень жаль. Я считала, что любой студент на кафедре светлой магии способен это прочитать. Ой, это моя вина. Пожалуйста, не принимай это на свой счет. Вот мымра. Почему ее не показали? Никогда не поздно начать обучение. Не могла бы ты раздать предметы. Я буду читать. Она меня провоцирует, но пытается выглядеть хорошей. Я не буду ей дерзить, но не позволю издеваться. Что за стерва? Все получили вещи и услышали инструкции. Теперь я продемонстрирую вам магическую дель. Это все та же девушка мне поможет. Пожалуйста, подойди. Снова я? Ты собираешься сделать из меня посмешивающие во время демонстрации? Благодаря этим предметам наши силы сравняются. Да и ты не станешь мне открыто вредить. Ты опять меня провоцируешь. Неужели ты думаешь, что я испугаюсь? Я буду бороться изо всех сил, чтобы победить в этой дуэли. Так или иначе, никто сильно не пострадает. Ага. Для начала нужно установить защитную стену. Сария, не могла бы ты установить стену? Конечно. Ну что, начнем? Ага. Сария заслуживает... Чего? У нее, короче, репутация воительница факультета световой магии. И опыта в разы больше, чем у меня. Я уже должна была проиграть. Если бы не эти предметы, таким образом я должна... О, боже мой. Предмет Суомон. И дождь мечей света. Ты... Да щет... Она сама у предмета использует заклинания по области. Какая мощная атака. Я постараюсь выдержать, используя щиты собственной магии. Святой щит света. И сколько же ты собираешься продержаться без сдерживающего предмета? Сколько твой щит еще выдержит? Сария потрясающая. И щит Суомон. Ага, это тремер. Сария, какого хрена ты тут творишь? Вообще охренела, что ли? Членовредительством тут занимаешься. Фак. Я здесь. Не волнуйся. Знаете, мне кажется, что тут, короче, ситуация, вот типично как женская, да? Ой, не типично женская. Клишированная ситуация, когда принц на белом коне прибегает, такой тебя спасает. И вот он, король. Да, вот принц есть, есть такая вся из себя особенная девочка, и он ее вытягивает из каждой жопы. Тремер, как ты можешь прерывать демонстрационную дуэль? А, слышишь, чувак, а может это, кстати, он и есть, который Эль, который прислуживает Сария, и которого ее думают заменить за счет возраста? То есть, преподаватель, тебе вообще посрать, что у тебя там по области херачат, да? И предмет сломан, ммм? Ты можешь использовать магию третьего уровня простой дуэльной демонстрации? Это для лучшего эффекта, все в порядке, у нее есть предмет, поглощающий магию. Поглощающий магию? Если это правда, почему же Щит Лея разбился спустя 2 секунды после касания по твой меч? Мой предмет сломан. Что? Он сломан? Невозможно. Все предметы проходят несколько проверок и испытаний, и они не могут просто так сломаться. Сария, ты переборщил. То есть, она настолько недалекого ума, что решила при всех напасть на главную героиню. Вместо того, чтобы, допустим, сломать какой-то предмет, и чтобы... Ну, хотя... Ну, короче, чтобы, допустим, Лея отдала кому-то сломанный предмет, он пострадал. Все такие, ой, это Лея сломала. Да? Вот так вот, например, подставить. И первое, что в голову мне пришло. О, какая мерзость. А она решила просто, грубо, силой ее продавить, не думая о том, что Лок сейчас прибежит спасать свою внезапную возлюбленную. Ну, я вообще не ожидала. Я вообще его не качала, а у меня неожиданно с ним идет рут. Вы че? Что ты имеешь в виду? Ты говоришь, что я это все подстроила? Зачем ты так говоришь? Профессор, я уважаю вас за ваш... Профессор Элл, я уважаю вас за академические достижения. Ну, успокойте, пожалуйста, свою женщину. В противном случае, готовьтесь к непредвиденным проследствиям. Да как ты смеешь? Нет нужды разбираться в сегодняшнем инциденте. Но позвольте прояснить ситуацию. Лея Эфелис, мой друг. Все вы знаете, кто я. И не испытывайте мое терпение. Я вам устрою красивую жизнь, если кто-нибудь еще попытается ей навредить. Тиммер! Хватит. Сария, разберись со сломанным предметом. А на сегодня все, урок окончен. Лея, пойдем со мной. Хорошо. Прости меня. Что? За что? Ты вообще от меня спас. У тебя проблемы с ней только из-за меня. А, это... Это не твоя вина. Она бы не вела себя так, если бы я не подслушала ваш разговор. К тому же, ты сказала, что мы друзья. Друзья всегда приходят друг другу на помощь. Ахаха. Что за глупый смех? Что? Я к тебе со всей душой, а ты... Ты... Ты ржешь тоже? Что? Нет. Что ты? Мне не смешно. Я пытаюсь быть честным. Ага. Просто невероятно, что такой благородный, спокойный, красивый мистер-президент студенческого совета на самом деле злой и жестокий. Скольким поклонницам ты разобьешь сердце этой горькой правдой. Может быть, я так даже стану более обаятельным. Ты не думаешь, девушкам нравятся плохие парни? Боже мой, какой же ты самовлюбленный урод. Почему ты вообще идешь ко мне так близко? Отодвинься, от тебя воняет. Ты краснеешь. Лок-тремер. Да, у меня отличный слух. Нет, нужно так кричать. Ты должна быть женственнее, Лея. Ты должен быть в метре от меня. Соблюдай личную дистанцию. Не лезь в мои социальные границы. Я тебя туда не пускала. Я не буду тут спорить. Ты зануда. Пойдем, с тебя обед. А, понятно. Я была так напугана. Ищи за тебя. Понятно, как она выживает в этой академии. Она села двоим на шею. Они ее кормят, видимо, и по магазинам водят. Ну, ты только что сказал, что это не моя вина. Нет, это не твоя вина. Но это не значит, что я не могу тебя винить. Ахаха. Ну, ладно, пойдем. Охо. Завтра понедельник. Контакты. Че тут у нас? 9580. А, красота. Красота какая. Че у нас по состоянию? Мы вообще не устали. Хорошо. Хорошо. Оу. 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 Май. Учитель. Что у вас там происходит? Ну, давай мы, кстати... Контакты. Учитель. Пойдем. В понедельник. В... 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 В библиотеку. Вот. Да, да, да. Пойдемте в библиотеку. Ты. Пойдем в библиотеку во вторник. Так. Дальше. Время учиться. А, нет, подождите. Бесплатные развлечения. Воздух. Свет. Вода. Ну, давай вот так, ладно. Или нет. Или давай вот так. Готовчинка. Так. Библиотек... По библиотеке сегодня гуляем. А, давайте погуляем в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. У нас как-то получилось так, что по неделе, по двум неделям на выпуск нормально пойдет. Все. Всем спасибо за просмотр. Я вам буду очень благодарна за поддержку, виде лайк и комментарий. Подписывайтесь на меня в социальных сетях. Все ссылки указаны. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Мы с вами увидимся уже в следующий раз. Берегите себя и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok